Всем привет, дорогие друзья! Это Еженовости, проект, в котором я обозреваю все, что произошло с локомотивом за последнюю неделю. Ну или не произошло, но, по крайней мере, были слухи о том, что с локомотивом произойдет. Прошлая неделя, как, впрочем, и позапрошлая неделя, получились очень богатыми различные слухи на новости про локомотив, поэтому видео будет долгим. Советую вам запастись чаем. Можете сейчас прямо вот пойти на кухню, заварить хорошего, крепкого чая. Ну а те, кто уже все это сделали, те, кто знает, какими длинными могут быть видосы, пока эти ушли, поставьте лайк, подпишитесь на канал и на все остальные мои сети, бусти, вк-плей, твич и прочие вещи, где я периодически появляюсь, где мы с вами обсуждаем локомотив. Мне это будет очень приятно и, в общем-то, полезно. Все, все приготовились, можем начинать, приступаем! На этой неделе было две официальных новости, мы с них начнем и обсудим их. Ну и огромное количество слухов, прям большое множество, поэтому основная часть видео будет посвящена именно им. Слухов, понятное дело, много, потому что зимой будет уже открыто трансферное окно, локомотива усиления нужна, об этом говорит и Нагорных, об этом говорит и Галактионов, все вокруг об этом говорят. Единственное, правда, не хватает какого-то официального заявления от локомотива, потому что все это, это просто какие-то либо послематчевые пресс-конференции, либо вообще ловят у стадиона с телефонами и там можно наговорить все, что угодно. Я буду с Юрием Павловичем встречаться, мы будем с ним некоторые вопросы обсуждать. Но, собственно, для того, чтобы сделать официальное, прям вот хорошее, плотное интервью, локомотиву не хватало пресс-службы. Ее просто не было с момента ухода Леонида Шлыкова по причине того, что написал крамольные вещи тогда, когда было нельзя это писать, и служба безопасности локомотива на это сагрилась, причем написал он это еще до того, как работал в локомотиве. Короче, мутная история, Леонида Шлыкова убрали и, ну а зачем локомотиву кто-то вообще занимающийся медиа? У нас же нету никаких проблем с этим, да, у нас же отличная атмосфера царит вокруг клубов, в прессе, у болельщиков, все приходят такие на стадионы, радостные. Место только 14-е и заходить на фанатские сайты порою просто больно из-за количества зашкаливающей ненависти, которая там процветает. А в остальном, конечно, все прекрасно, не нужен никакой другой работник вместо Шлыкова. Нужен, на самом деле нужен, и вот буквально на днях объявили сразу двух людей, которые займутся коммуникациями локомотива с внешним миром. Один это Сергей Дерябкин, он, у него прям должность так и называется, руководитель департамента коммуникаций. Второй это Артем Загуменов, у него должность в пресс-атташе, руководителя пресс-службы, более привычная и более понятная нам. Разумеется, я могу только приветствовать назначение кого угодно на должность руководителя пресс-службы и на должность руководителя департамента по коммуникациям. Но потому что нельзя в 21 веке, ну просто вообще нельзя в 21 веке обходиться без пиара, обходиться без того, чтобы шлифовать то, как твой клуб выглядит в прессе, в социальных сетях, на глазах болельщиков, в средствах массовой информации. Мы 2 года это просто пускали на самотек, кроме вот небольшого периода, когда Шлыков этим занялся, летом пришел, осенью ушел, 3 месяца было более-менее нормально, не идеально. Все равно огромное количество шероховатостей, ну просто это невозможно починить за там 2 месяца работы, особенно когда у тебя даже толком команды нету. Но, по крайней мере, при Шлыковой было не стыдно. Но все, что было до Шлыкова, то, что было после Шлыкова, это один просто хлам. И локомотив валится, на мой личный взгляд, локомотив валится в результатах, в том числе потому, что никакой пиар работы, никакого сопровождения в медиа тому, что, собственно, делает локомотив, не было. Это огромная-огромная проблема. Ну, об этом мы с вами, на самом деле, очень много говорили, что когда у вас приходит фигура уровня Ральфа Рандника, вы должны пиарить это просто на каждом шагу, просто каждый день, там, каждую неделю у вас должны выходить материалы, которые объясняют, что конкретно Ральф сделал до локомотива и что он делает, собственно, в локомотиве. Этого всего сделано не было, была кринжовая пресс-конференция, на которой Ральф выступил, его там обострали, потому что вопросы, которые задавали Ральф, они вообще не касались того, что пытается делать клуб. И, ну, и локомотив все это проглотил и решил, что да и хрен с ним, и так сойдет. А вот нифига не сошло, и теперь локомотив один из самых ненавидимых клубов, причем как вовне, да, то есть локомотив мочат практически все телеграм-каналы. Все Егоровы, все панки и прочее. И локомотив ненавидится внутри болельческой среды, потому что, как я уже сказал, на какой канал не зайди, там на FKLM News в комментарии зайди. Локомотив просто ненавидят. Игроков локомотива ненавидят, сам локомотив ненавидит, руководство локомотива ненавидит. Нету ничего практически, что вызывало бы положительные эмоции. Ну, и за исключением, там, например, Артема Карпукаса. Потому что ненавидеть Артема Карпукаса, мне кажется, невозможно. Я являюсь футболистом этого клуба, но я могу сказать, что я как фанат. Люди, которые пришли вместо Леонида Шлыкова, в целом в сфере спорта довольно известны. Что Артем Загуменов, который стоял у истоков множества спортивных редакций, довольно популярных сайтов, в том числе Чемпионат Кома, Газеты.ру, ну и всяких других. Сергей Деряткин работал пресс-аташе школы Чертанова. Я очень хорошо знаком с этой работой, потому что она пришлась как раз на период, когда я начинал работать в Московской Федерации футбола. Мы всю эту взаимосвязь выстраивали. Я следил за работой пресс-служб школ. Причем Чертанова действительно была на тот момент лидером. Тогда, когда я приходил, когда Сергей Деряткин занимался этим. Там на сайте Чертанова всегда можно было найти все актуальные результаты, новости, какие-то фотографии, видео. Они одними из первых начали делать видеотрансляции матчей. Ну то есть хорошая была грамотная работа. Но то футбольная школа. Понятное дело, что в футбольном клубе все будет обстоять несколько иначе. Но что мне нравилось, это то, что Чертанова всегда была очень открыта миру. Мы всегда могли найти какие-нибудь материалы про Чертанова в каких-нибудь газетах, в каких-нибудь изданиях. Они постоянно ходили на радио, снимались в каких-то видеороликах для каких-нибудь ТВЦ и прочих каналов. У нас играют, играли и будут играть все время только собственные воспитанники. Вот эта вот работа пиара Чертанова во внешний мир, она была проведена очень хорошо. И поэтому долгое время, вплоть до скандала с Николаем Ларином, до его судебного дела, про Чертанова всегда можно было прочесть только самые восторженные вещи. Оно и понятно, ведь Чертанова и результатами своими, и воспитанниками своими доказывала постоянно, что это действительно одна из лучших российских футбольных школ. С Локомотивом будет, конечно, гораздо сложнее. Локомотив находится на 14 месте, результаты не блещут, и вряд ли сильный какой-то резкий скачок произойдет, что Локомотив выиграет все оставшиеся матчи, завоюет кубок и вообще войдет в историю, как команда, которая никогда не проигрывает. Опасения, конечно, есть. И Сергей Дерябкин, но он никогда не работал в большом футбольном клубе под большим давлением, а давление будет огромным. Ну и он из этой вот Чертановской среды, и абсолютно понятно, почему его назначили. Не потому, что он какой-то сверхкрутой специалист, хотя, возможно, он таковым является, а потому, что хорошо знаком тем людям, с которым ему предстоит работать в дальнейшем. Такое тоже может сработать, такое тоже, в общем-то, не так плохо, как звучит. Но в целом хочется, конечно, крутых профессионалов. Другое дело, что как найти этих крутых профессионалов на современном рынке медиа-спортивной журналистики, я не очень понимаю. Таковых специалистов, ну, просто нет. Они либо заняты в Российском футбольном союзе, в других футбольных клубах, либо разъехались по различным странам, по понятным всем обстоятельствам. Второй человек, который пришел в клуб, это Артем Загуменов. Про него я знаю гораздо меньше, потому что ни в каких футбольных школах он не работал. Он работал в последнее время в молодежной сборной России. И, ну, собственно, если Сергей Дерябкин пришел, потому что он работал в школе Чертанова, то Загуменов, судя по всему, пришел, потому что он работал вместе с Галактионовым в той самой молодежной сборной. Тоже, понятное дело, что это назначение скорее по знакомству. Но этому назначению я на самом деле рад даже чуть-чуть побольше, чем назначению Сергея Дерябкина. Потому что Артем Загуменов, во-первых, работал в РФС, а я знаю, что работа вот именно с медиа в Российском футбольном союзе налажена очень хорошо. Я не очень высоко котирую работу Российского футбольного союза, но вот в плане того, что они делают в медиа, то, как они пиарят сборные, то, как они пиарят свою собственную деятельность, они, конечно, огромные-огромные молодцы. И при этом Загуменов обладает огромным опытом по созданию фактически, ну, можно так сказать, что с нуля спортивных редакций довольно крупных сайтов. То есть он понимает, как прийти туда, где ничего нету, и сделать какую-то классную, достаточно хорошую, популярную вещь. Я посмотрел примерно часовой вебинар Артема Загуменова для какого-то казахского проекта совместно с Хуавеем, где он как раз рассказывал, что нужно в современном медиа. И мне этот рассказ понравился. Он был достаточно живым языком, достаточно быстро и четко свои мысли формулировал Артем. И мне кажется, такой человек, в принципе, может работать в пресс-эташе клуба, и за него не должно быть стыдно, как бывало до, собственно, прихода Леонида Шлыкова. И, к сожалению, не раз. По крайней мере, точно совершенно могу сказать, что Артем Загуменов живет в 21 веке. Он понимает, что нужно для современного футбольного клуба, для современного СМИ. А пресс-служба любого футбольного клуба, по сути, это и есть средство массовой информации. Своё собственное клубное средство массовой информации. Мы об этом на два года просто забыли. Мы решили, что зачем нам своё собственное средство массовой информации, если можно пользоваться услугами других. А услуги других почему-то оказывались крайне некачественными. Совершенно не то подсвечивали, что нужно клубу. И у меня есть определенная надежда, что дальше точно должно стать лучше. Насколько хорошо оно станет, я не знаю. Дойдет ли до высот той пресс-службы, когда работали Кирилл Брейдо и вся его команда. Я не знаю. Но, по крайней мере, должно стать лучше, чем есть сейчас. И это позитивный момент. Есть несколько вещей, с которыми вот этой новой медиа-службе предстоит разобраться. Первое и самое главное, это то, с чего я, собственно, в предисловии начал. Это нужны хорошие, плотные интервью руководителей локомотива. Должно быть хорошее, плотное интервью Нагорных. Хорошее, плотное интервью Ульянова с конкретикой, с какими-то острыми вопросами. Кто уйдет, кто придет. Почему проблемы в составе, где вы их видите, как вы видите дальнейшую работу по приобретениям и, наоборот, по продажам. С Нагорных, соответственно, вообще про локомотив, каково его место в структуре РЖД, каково его место на футбольной карте. Хотим ли мы быть первыми или хотим мы развивать своих и вообще, ну, что происходит. Ну и с Галактеновым, на самом деле, хотелось бы хорошее, качественное интервью. С ним уже было интервью, но оно было такое ознакомительное. На камеру и, ну, понятное дело, что в таких условиях, прям, когда только-только тренер пришел, ничего прям интересного и занимательного не сделаешь, сейчас на сборах такая возможность будет. И оно обязательно должно появиться. Вторая вещь, которая предстоит медиакоманде, это освещение сборов. И это важная вещь, потому что мы уже достаточно сильно по команде соскучились. Был чемпионат мира, команда ушла в отпуск, мы ее не видели уже практически месяц. И дальше мы ее не видим еще месяц, мы очень сильно соскучимся. И я много раз говорил, что команда не должна пропадать с радаров. Постоянно официальный сайт должен что-то, что-то подкидывать. Вот один игрок там где-то отдыхает, вот другой игрок передает вам привет. Вот здесь интервьюшку мы сняли, вот здесь веселый ролик. Чтобы болельщик чувствовал свою причастность к команде постоянно. У Локомотива этого нет. Если вы зайдете в телеграм Локомотива, то там либо официальные новости, либо Локолед, либо открытие очередной площадки где-нибудь на окраинах нашей большой родины. Так не должно быть. И как минимум, да, я понимаю, что прямо сейчас с листа, конечно, никто ничего не сделает. Игроков просто нету в доступе. Но как минимум сборы должны быть освещены хорошо. Мы должны получить нормальные трансляции прямые. Не как, помните, совместно с какими-то букмекерскими компаниями, которые невозможно было посмотреть, а хорошее, качественное освещение сборов и всех товарищеских матчей. Мы должны получить большое количество интервью. Мы должны получить большое количество какого-то веселого контента. Потому что ребята на сборах много дурачатся, много каких-то приколов там бывает. Да, вот помните замечательный формат Локосторис, да, когда просто по чуть-чуть нам вбрасывали, потом компилировали это все в один ролик. Это было очень весело, прикольно. И за эти Локосторис, за то, что ты видишь игроков живыми, настоящими, многие, собственно, и любили вот этих вот персонажей, которые в Локомотиве того времени играли. Ну и просто это будет показатель работы, показатель того, что эти люди могут сделать. Потому что, ну, летние сборы, ну, были неплохо освещены, ничего не могу сказать плохого. Они были освещены так нейтрально, можно сказать. То есть плохого ничего не скажешь, ну и прямо чего-то цепляющего, кроме, наверное, экскурсии по обновленной баковке, тоже я не припомню. И если что-то получится сделать прямо сейчас, прямо сходу, что-то интересное, что-то качественное, за что я скажу, вау, молодцы, ну, это будет плюсик им в карму, и в дальнейшем тогда чуть менее критично будем относиться к их работе. Третья и четвертая вещь, которую им тоже нужно сделать, и тоже нельзя откладывать это в долгий ящик, это налаживание работы как раз с внешним миром, с средствами массовой информации, с телеграм-каналами, со всеми этими инсайдерами, чтобы они прекратили писать пургу и начали писать вещи, которые относятся к действительности, и, может быть, как-то получили некий доступ, получили какие-то закрытые встречи, на котором им бы рассказывали, что действительно творится в клубе. И внутренний локомотивный мир, потому что, ну, работы внутри локомотивской сферы, насколько я знаю, вообще не происходило уже много-много лет. Никто не общается с локоподкастом, никто не общается со мной, никто не общается с сайтом FocalM News, а это огромное влияние на болельщиков локомотива, да, потому что если у тебя недовольны болельщики, если лидеры мнений, так называемые, недовольные, они говорят и пишут только негатив, только плохие вещи, то вы не будете продавать билеты, вы не будете продавать мерч, вы так или иначе будете терять болельщиков, которые должны приходить на стадион и поддерживать команду, угнать ее за результатами. Эта штука обязательно должна быть. И, ну, основная, наверное, претензия к предыдущему вот руководству локомотива, это вот эти вот закрытые встречи, на которых непонятно, как можно было попасть, которые то можно снимать, то будет прямая трансляция, то не будет, то нельзя снимать. Вроде как Плутник начал с хорошей, прям большой, как раз вот пресс-конференции для представителей болельщиков, и это было супер, это было классно. Но все затем это был какой-то один сплошной мрак, и вскоре эти закрытые встречи превратились уже в один сплошной мем. Так делать не надо, так делать нельзя. Поэтому надеюсь, что все эти ошибки будут учтены, и мы пойдем в светлое будущее с новой медиаслужбой, которую также полюбим, как я любил вот ту пресс-службу, которая работала в самый лучший отрезок локомотива, с чемпионством, с серебром и так далее. Так, с медиаслужбой разобрались. Ко второй официальной новости это уход Тина Едвая. Об этом говорили, об этом я не успел рассказать в прошлых Еженовостях, потому что когда я записывал прошлые Еженовости, только-только пришел инсайт о том, что Едвай может приостановить контракт. Я сразу написал на Бусти, что я не верю в это, что Едвай, которого более-менее в локомотиве все устраивает, в России все устраивает, вдруг захочет воспользоваться опцией при остановке контракта. Я просто не понимаю, зачем ему это было бы нужно. А вот в то, что Едвая могут продать или отдать в аренду, в это верилось очень легко. И, собственно, буквально 4-5 дней прошло до того момента, как уже объявили, что Тин Едвай уходит в клуб из Эмиратов Аль Айн. И это абсолютно укладывается в логику происходящего, потому что и слухи про то, что локомотив ищет центрального защитника, и в целом не совсем подходящая игра Едвая нынешнему локомотиву. Очень многие люди ругаются на Едвая, говорят о том, что он очень плохой защитник. И, ну, это правда, Едвай не является каким-то столпом обороны локомотива, но при этом занимает там легионерский слот, занимает слот дядьки вот этого 27-летнего. Наверняка у него зарплата не самая маленькая. И, ну, если этот игрок не устраивает тренерский штаб, не устраивает спортивную дирекцию, то проще его отдать. Сейчас он еще ликвиден, у него есть опыт игры в Бундеслиге, он играл за локомотив довольно много, поэтому, ну, желающих купить Тина Едвая должно быть немало. Ну, вот, нашли, по крайней мере, в Эмиратах довольно неплохой вариант. Как пишет всеведущий Иван Карпов, за аренду непосредственно Тины Едвая Аль Айн заплатит 200 тысяч евро, а затем за выкуп Едвая заплатят еще 5 миллионов. И это огромные деньги, учитывая, что самого Едвая мы покупали за 4 миллиона. Да, то есть еще даже какой-никакой навар в миллион евро абсолютно не лишний по нынешним временам. Мне нравился Тин Едвая, мне нравилась его заряженность на борьбу, мне нравилось то, что никогда нельзя было застать Едвая спокойным, немотивированным. Он всегда хотел побеждать, он всегда праздновал там голы, он всегда дрался за команду как мог. Но при этом, конечно, Едвай совершенно не подходит нынешнему локомотиву, так как Едвай покупался в систему рэнгника, в систему Гизделя, как защитник, который отлично умеет прессинговать, который умеет ходить на чужую половину поля, который отлично играет на перехватах. По перехватам Тин Едвай что в прошлом сезоне, что в этом сезоне, в топ-3 центральных защитников всей российской премьер-лиги. И это крутой показатель, Едвай умеет играть. Но при этом Едвай не был идеален, и мы помним множество индивидуальных ошибок Едвая. По статистике результативных ошибок он вообще лидер российской премьер-лиги. Он часто выбивал мячи на ногу с соперником. Когда твоя команда постоянно атакует, и ты помогаешь ей, поджимаешь ее в центральном круге, делаешь перехваты, это одно. Но когда приходит Компер, когда приходит Цинбаур, и они говорят о том, что так, стоп, мы все, мы отказываемся от прессинга, мы играем на своей половине поля. Тем более, когда приходит Федоров и говорит, что теперь вообще локомотив из своей штрафной выходить не должен. Здесь, конечно, Едвай в принципе не нужен. Он не для этого футбола учился, он не для этого футбола был создан. Но при этом меня довольно сильно коробит заявление о том, что Едвай слабый защитник. Едвай провел 26 матчей за сборную Хорватии. Хорватия — это серебряный призер чемпионата мира 2018, и бронзовый призер чемпионата мира 2022. И если на этом чемпионате мира Едвай не поехал со сборной Хорватии, то в 2018 он был полноправным членом команды. А на чемпионате Европы 2016 года бок о бок с ведраным черлукой останавливал, например, сборную Испании. Едвай — хороший защитник, и говорить о том, что он слабый, ну, невозможно. Но для нынешнего локомотива он, конечно, совершенно не подходит. Нынешнему локомотиву нужно снова найти аналог Пабло, который приходил два года назад и заменил Райковича, после чего в локомотиве стало все гораздо-гораздо лучше. Еще в том слухе фигурировали Камано и Исидор, но в целом слух был про то, что Едвай приостановит контракт. А, как мы знаем, этого не случилось. Это платная аренда, да еще и с достаточно большой суммой выкупа. Поэтому я и в уход Камано с Исидором, вот именно в такой уход, что они приостановят контракты, я не очень верю. Но при этом надо помнить, что Камано — это единственный футболист локомотива, который не подписывал бумагу о том, что он не уйдет в связи вот с тем циркуляром FIFA, который разрешает футболистам приостанавливать контракты НАГО. Эта бумага, по крайней мере, пока FIFA не выдаст какое-то новое решение, она имеет юридический вес. И просто так Исидор не будет приостанавливать контракт. Однако и Камано, и Исидор могут попросить продать их. И в случае Камано, я, например, думаю, что это очень-очень вероятная вещь. У Камано заканчивается контракт, вполне вероятно, в локомотиве он оставаться не собирается. Во Франции более-менее помнят, что Камано умел делать в Бордо, более-менее Камано играл стабильно за российский клуб. Так что, ну, возьмут его обратно, конечно, не за 5 миллионов, которые платил Кикнадзе, но за какую-то сумму, да, символическую буквально из-за окончания контракта. Конечно, конечно, все это может произойти. Тем более, что и Ликип писал, например, про интерес Нанта. Я об этом вам говорил в одном из прошлых выпусков Ежи Новостей. Про Исидора все сложнее. Исидор наслаждается жизнью в отпуске. Агент подает какие-то двусмысленные знаки о том, что пока неизвестно, где Исидор продолжит карьеру в локомотиве или не в локомотиве. Но тоже совершенно понятно, что Исидор шел в локомотив за игрой в Еврокубках, Исидор шел к Цорну, Исидор шел к вот этой вот немецкой модели, а теперь локомотив меняется на что-то непонятное. Вполне может и захандрить, и попроситься уйти. Опять же, интерес к Исидору наверняка есть. Какой-нибудь клуб из Лиги 1 французской точно может заинтересоваться в Исидоре и выкупить его. Учитывая, что покупали мы Исидор буквально там за 2,5, по-моему, миллиона евро, отбить деньги на Исидора тоже будет максимально просто. И в этом случае локомотив наверняка скажет «да». Ну и раз уж мы перешли к слухам, давайте усаживайтесь поудобнее. Начнем с главной Санта-Барбары этого зимнего трансферного окна, судя по всему, это Сергей Пеняев. По последним данным, не буду вам рассказывать всю хронологию того, что происходило на этой неделе, по последним данным Сергей Пеняев прошел медосмотр в Локомотиве и у клубов Локомотива и Крыльев Советов все согласовано. То есть Локомотив готов заплатить сумму выкупа за Пеняева Крыльев Советов и те не могут его удерживать. Но сам Пеняев, как говорят слухи, не то чтобы очень сильно хотел переходить в Локомотив. Помните, тоже в одном из прошлых Ежа новостей я вам рассказывал о том, что у меня двойственное ощущение от этого перехода, что в моих мечтах, в моих болениях за Сергея Пеняева как талантливого московского футболиста, он не болтается между различными клубами российской премьер-лиги. Он при достижении 18-19 лет пулей улетает в Европу, в какую-нибудь Бельгию, Голландию или прям сразу в какой-нибудь топ-клуб и развивается уже там. Из Крыльев Советов это сделать будет гораздо проще, потому что если он сейчас подпишет контракт с Локомотивом, то в ближайший год, два, три его уже не будут отпускать. Из Крыльев Советов его могут продать в клубы второй величины, в те же самые бельгийские и голландские. Из Локомотива его уже будут продавать не меньше, чем за 10-15 миллионов евро в топовые клубы. А если никто не даст эти деньги, то и Пеняева продавать никто не будет. Поэтому я сейчас разрываюсь между тем, что я болею за Локомотивом. Мне хотелось бы видеть Сергея Пеняева как футболиста в нашем клубе. Он действительно сильный и талантливый футболист и с каждым, даже не годом, а с каждым месяцем становится все сильнее и сильнее. И с другой стороны, я как болельщик Сергея Пеняева, как человек, который видел его там с 12-13 лет и вся карьера его фактически прошла на моих глазах, мне хочется, чтобы он не делал этого шага, чтобы он из Крыльев Советов сейчас или через полгода уехал в Европу и не зарывал себя в российской премьер-лиге, которая в ближайшее время, судя по всему, уедет в Азиатскую конфедерацию. И вообще про Еврокубки можно будет забыть на долгие-долгие годы, на все то время, что карьера Сергея Пеняева будет переживать свой расцвет. Очень многому солилась на неделе денежная составляющая. Кто сколько получит за Пеняева, Иван Карпов спорили с Панковым, что там 100 миллионов агенту, 200 миллионов агенту. Дошли до того, что за Пеняева и Глушенкова фактически Локомотив заплатит что-то около 10 миллионов евро. Сумма, конечно, сверх зашкаливающая. Такого не должно быть, когда принимали новый лимит, вроде как этот лимит должен был облегчить вот эти ситуации, что начнутся переплаты. Но тут другая история. Сама оплата за игрока в клуб, она не очень большая. Это всего там по 200 миллионов за каждого, тоже об этом уже говорил. Но платить много приходится именно агентам и именно игроку в виде подъемных, за то, чтобы он выбрал Локомотив, а не Крылья Советов. Крылья Советов сейчас находится выше в турнирной таблице, поэтому выбор не самый однозначный. Меня, конечно, коробят эти суммы. Локомотива самого хорошая академия. И есть Вадим Раков, в прогресс у которого я очень рад. И надеюсь, что в завершении сезона мы будем видеть его чаще в последних матчах. Галактионов его выпускал и Раков делал очень много для атаки Локомотива. Есть Леша Батраков, за которого я болею гораздо сильнее, чем за Сергея Пеняева. И мне будет очень грустно, если Сергей Пеняев или Артем Соколов, про которого чуть позже скажу, закроют дорогу Алексею Батракову в основной состав. Но это не должно происходить. Алексей Батраков один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел. И уничтожить талант – это дело одного-двух трансферов. Вы сейчас закрываете ему место, самого Батракова отдаете куда-то в аренду, он там не заигрывает, и вы его отдаете с концами. Все. На этом история Батракова в Локомотиве заканчивается. А дальше он уже пробивается. Оказывается, что футболист довольно талантливый и сильный. Как это, например, с Алексеем Мироновым происходит. Кстати, Алексей Миронов, насколько я знаю, был таким наставником, ментором Батракова в Академии. Они очень много общались. И таким вот кумиром был для Батракова Миронов. Так что, ну, это будет очень грустно. И платить такие деньги за игроков, которые, ну, вообще не факт, что внесут решающее преимущество для Локомотива, я не знаю. Меня душит жаба. По Глушенкову, кстати, уже вроде как договорились. Он, в отличие от Пеняева, рожа не кривит. Он готов перейти в Локомотив. И, соответственно, по идее, должны когда-то до Нового года все это объявить. Портал Transfer Market.com по своим собственным инсайдам выдал список из пяти футболистов, которых Локомотив постарается подписать как можно скорее, прям до завершения 2022 года. Это Глушенков Пеняев, кроме этого Артем Соколов, Илья Лантратов и Илья Агапов. Центральный защитник Нижнего Новгорода, хорошо знакомый Галактионову по, собственно, футбольному клубу Нижний Новгород и молодежной сборной России. По Глушенкову, думаю, что действительно скоро уже должно быть какое-то официальное объявление. Может быть, ждут и объявят вместе с Сергеем Пеняевым. Илью Лантратову разбирали в прошлый раз. Мне кажется, сильный вратарь Локомотиву точно не помешает. Артем Соколов — это игрок 2003 года рождения. Центральный полузащитник, атакующий центральный полузащитник. Игрок скорее атаки, чем обороны. В свое время в Московской Федерации футбола мы Артему Соколову вручали золотой мяч. Надо понимать, что 2003 год рождения — это год, по которому выступал Арсен Захарян. И в голосовании школ, вот тех людей, которые прям видели Артема Соколова, они его поставили на ступень выше, чем Арсен Захарян. Там разница была буквально один балл, но тем не менее, как минимум считалось то, что это люди одного уровня таланта. И в целом я даже вам говорил о том, что Соколов может оказаться в Локомотиве, и не потому, что я какой-то крутой инсайдер. Соколов играл в Химках. И Соколов очень нравится вот этим вот чертановским скаутам, селекционерам, Поляцкину, Ульянову. Поэтому, собственно, я и думал, что если они его брали в Химке, значит, наверное, они его и в Локомотив попробуют забрать. Также Артем Соколов играет за молодежную сборную России, хорошо знаком с Галактионовым. И, что важнее, Галактионов хорошо знаком с Соколовым. Так что, ну, этот трансфер довольно логичен, я его ждал. Собственно, и по Глушенкову уже примерно та же самая тема. Глушенков тоже из тех чертановских ребят, которых брали в Химке, когда там, собственно, работал Ульянов, и Поляцкин ему помогал. Так что пока, в общем-то, все логично. И в этом плане это немножечко оптимистично, потому что, ну, можно было бы подумать, что просто в клуб зашел агент Андреев и тянет своих игроков в Локомотив за огромные отступные, за огромные агентские. Но это не совсем так. Глушенков и Соколов — это игроки, которые играли у Галактионова, которые играли в Химках. И это люди, которые конкретно нравятся Поляцкину, Ульянову и в том числе Галактионова, потому что он же их берет в молодежную сборную. А Пеняев — это просто главный талант поколения, и его еще год назад хотел Ральф Рангник. Поэтому, если появятся какие-то другие фамилии, например, Горшков, например, Ежов, например, Солдатенков или Ломаев или еще кто угодно, тогда да, тогда из этого прям очень явно будут торчать уши Павла Андреева и того, что Локомотив стал приагентской командой. Но пока мы видим немножечко другие вещи. В частности, если мы говорим про Горшкова, который является левым защитником, по непонятным мне причинам Локомотив бомбит слухами о том, что как раз ищет именно левого защитника. И если бы Андреев прям вот двумя ногами зашел в клуб, то, конечно, первое, на кого обратили бы внимание, это был бы Горшков. Достаточно квалифицированный левый защитник, ничего плохого про него сказать не могу. Ну, кроме того, что в Локомотиве есть Найр Текнизян и есть Марио Митай и в целом позиция левого защитника, на мой личный взгляд, вообще не нуждается усиление. По крайней мере, пока есть позиция правого защитника, на которой нету ни одного игрока, который бы меня полностью устраивал. Но нет, слухов про Горшкова мы не видим, кроме того, что неделю назад писал Иван Карпов. Зато очень явно, очень конкретно появился слух про Самошникова, игрока Рубина, игрока некогда сборной России, который вообще-то и правша, но при этом играет на левом фланге обороны. Мне он никогда не нравился, об этом всегда говорил, хотя когда Рубин играл в РПЛ, про него всегда была хорошая пресса и в том числе его Карпин даже в сборную звал. Но, в общем, здесь ситуация примерно похожа, как у меня с Сильяновым. Я Сильянова не очень высоко котирую, а Карпин его в сборную берет. И вот Самошникова он тоже брал в сборную, хотя я не понимал вообще, что этот футболист умеет, кроме как бегать по бровке туда-обратно. Ни пас отдать, ни пробить по воротам толком не умеет. Один раз забил Спартаку, и после этого как-то пушка его надолго заглохла. Ну да ладно. Главное, что, судя по всему, Локомотив действительно делал какое-то конкретное предложение, потому что об этом сказал агент Самошникова, что да, действительно, Самошников близок к Локомотиву, что было общение, что клуб, по-моему, миллион евро Рубину предлагает, и переход может состояться в самое ближайшее время. Но при этом Трансфермаркет, список пяти игроков, которые должны быть закрыты до Нового года, Самошникова не включил. Для меня это хоть какая-то, но надежда. Не нужен Локомотиву левый защитник прямо сейчас. Ну, не нужен, потому что и так есть двое, давайте лучше с ними играть, а найти лучше, чем Тикнизян или Марио Митай, у вас все равно не выйдет на российском рынке за дешево, а за дорого. Усильте, пожалуйста, другие позиции. У нас нападающего нету, правого защитника нету, в атаке непонятно, кто играть будет. Давайте как-то вот с тех позиций начнем. Их укрепим, и уже можно будет смотреть на левый фланг обороны. Более-менее все инсайдеры соглашаются с тем, что центрального защитника и нападающего Локомотив будет искать за рубежом. Но при этом, кажется, денег на то, чтобы найти кого-то качественного, у Локомотива все равно нету. Поэтому кого они найдут, честно говоря, огромные вопросы. Слухов за это время было два. Неделю назад, прямо в день выхода ролика, появился слух от почему-то болгарской прессы. Газета Труд написала о том, что Янис Каргас, греческий защитник, который играет в Пауке сейчас, может перейти в Локомотив. Я отсмотрел игру Каргаса, на Бусте есть разбор его игры. И этот футболист мне понравился больше, чем Камара до этого из Янг Бойс. Но при этом все равно, ну непонятно, зачем футболист такого уровня нужен Локомотиву. Огромное количество индивидуального брака, огромное количество ошибок при игре один в один. Ну, то есть, примерно все то же самое, что у Е2, а только при этом нету перехватов, нету прессинга на чужой половине поля. Неплохие передачи может вырезать с правой и с левой ноги, но на этом как бы сильные стороны Каргаса и заканчиваются. Но при этом низкая трансферная стоимость, да, там что-то говорят, что 300 тысяч евро или 500 тысяч евро за этого футболиста придется отдать. Ну и может быть все-таки мы с Погосновым поиграем, да, за него вообще платить не надо. Или подождем, Морозова вернем, Морозов отличный центральный защитник, Фасон вернется. Ну как-нибудь полгода, наверное, перетерпим, не нужен нам защитник прямо сейчас. Вот сейчас вот такого уровня. Одно дело, если Пабло, одно дело, если Чурлука, человек с громадным опытом европейским, с карьерой за плечами, который даст качество здесь сейчас. Вообще слово против не скажу. Другое дело брать 27-28 летних игроков с отсутствующими сильными сторонами, просто потому что они дешевые. И второй слух, он примерно из той же когорты. Это колумбийский нападающий Дибер Камбинда, которого нашли, собственно, в чемпионате Колумбии, где он впервые проводит сезон, в котором много забивает. У него, по-моему, 9 плюс 3, но эти 9 плюс 3 за какое-то феноменальное количество матчей. В его статистике написано, что за 2022 календарный год он провел 58, по-моему, игр. И в этих играх, ну да, он забил там что-то около 10-12 мячей. Если бы он это сделал за 20 игр, это было бы немножечко круче. За 50 игр в целом, наверное, и раконят в Колумбии что-нибудь да позабивает. Неплохой игрок, опять же, как и Каргас. Я не могу сказать, что это прям совсем дно, как я говорил про Мохаммеда Камара. Нет, нормальный игрок может пробить головой, немножечко попадаться, немножечко там выиграть борьбу внутри штрафной или сыграть в подыгрыше. Все это есть. Но кроме этого есть и огромное количество браков в других моментах, которые не попадают в нарезки. Это мы тоже отсмотрели и тоже все те же самые больные стороны, что игрок крайне нестабильный. И сказать, что вот он точно приедет и точно поможет Локомотиву нельзя. Оба этих слуха объединяет одна вещь. Их опровергли буквально на следующий день. Хотя там тоже забавная история о том, что помните, как с Педриньо звонил Микеле Антонов из Спортэкспресса, руководителю Сан-Паула. Здесь корреспондентка Спорт-24 дозвонилась в Колумбию президенту Индепенденте, за которой будет играть этот самый колумбиец, когда у него закончится аренда. И тот подтвердил, что да, да, все, мы продали уже это игрока в Локомотив. Но потом вышел агент и сказал, что хрен знает, что вообще, с кем вы там общались, что там курил этот президент. Непонятно, в Колумбии всякое может быть. Но пока речь о том, что вот этот вот самый Дибер куда-нибудь уйдет вообще из Индепенденты, извиняюсь, вообще не идет. Поэтому выдыхаем и продолжаем искать центрального защитника и центрального нападающего за рубежом без денег. Слух, который появился только сегодня, это Илья Агапов. Я уже вскользь про него говорил. Это центральный защитник, играл в Нижнем Новгороде. Воспитанник Рубина, играл в Спартаке 2. Не подошел к Спартаку и ушел в Нижний Новгород, где довольно неплохо, довольно хорошую прессу собрал. И главное, он очень полюбился самому Галактионова, тренеру Нижнего Новгорода. Тот его и в молодежку звал, и даже отдельно хвалил за его прогресс. И это снова нас подталкивает к мысли о том, что Галактионова в Локомотив брали, ну, и за то, что он хороший тренер, конечно. Ну, и за то, что он тренер молодежной сборной России. Потому что таким образом выцеплять игроков из молодежной сборной России становится легче. Вот вам Артем Соколов, вот вам Илья Агапов, вот вам Максим Глушенков, вот вам еще наверняка не одна фамилия, которая появится на горизонте слухов Локомотива. Нормальная идея. Я всегда был за молодых российских футболистов. По сути, опять же, ничего не меняется в этом мире, как мы покупали эти князианы Мордишвили. Точно так же сейчас мы покупаем Соколова, Агапова, Глушенкова, Пеняева и других молодых ребят. Потому что мы играем в России, в чемпионате России все равно, как ни крути, нужны российские ребята. И болеть за команду из российских ребят, ну, лично мне гораздо приятнее. Не знаю, как другим, которые хейтят вообще все на свете и почему они болеют за Локомотив. Но мне приятно наблюдать наших ребят, российских парней, воспитанников футбольных школ, которые росли на моих глазах. Агапов не рос. Агапова я не знаю. Агапова я увидел только вот, когда он уже в Нижнем Новгороде заиграл. Но, тем не менее, все равно, вот, Ваня Кузьмичев пришел. Я за него так или иначе переживаю, потому что прикольный парень и хороший защитник. Илья Агапов, даже если мы его купим, почти наверняка останется в аренде в Нижнем Новгороде. И только затем, когда-нибудь через полгода, в Локомотив придет и, дай бог, его усилит. Хотя, опять же, есть Женя Морозов, который, ну, вроде как себя ничем не хуже проявляет. По крайней мере, по статистике и чисто по визуальным ощущениям, Женя Морозов ничуть не хуже, чем большинство центральных защитников, которых Локомотив может себе позволить. Закончим сегодняшний выпуск. Еще одним слухом, уже не про Локомотив, но про Локомотивского защитника. И этим защитником стал Мурила, которого, как вы помните, в начале этого года мы продали за примерно 2,5 миллиона евро. Там разные цифры назывались, но они все, они крутились примерно в диапазоне от 2,2 до 2,8 миллионов евро за 80% вправ. Непонятно, что конкретно означает вот эта вот цифра 80% и у кого остались 20 оставшихся. Но эта цифра фигурировала во всех бразильских источниках и ей мы более-менее можем доверять. Если это означает то, что 20% с перепродажи пойдет Локомотиву, то это очень приятные новости, потому что на Мурила нацелился Атлетика Мадрид. А эти люди могут и за 40, и за 50, и за 60 миллионов евро купить игрока, если он им очень нужен. Мурила один из лучших центральных защитников бразильской лиги. Из Бразилии защитников покупают довольно охотно и действительно готовы за них платить. Сейчас это достаточно модный тренд. И вполне верю, что Мурила может уехать. И, насколько я понимаю, Пал Мейрос не очень хочет его продавать, а значит цену будут заламывать высокую. Дай бог, чтобы Мурила действительно уехал в Европу, как он всегда мечтал, как об этом мечтал Василий Кикнадзе. Ну и дай бог, чтобы Локомотив, когда продавал Мурила, прописал какую-то цену для перепродажи. 20%, 10%, 5%, сколько ни пропиши, все равно это очень приятный бонус, даже если его продадут за какие-нибудь 10 миллионов евро. Потому что 500 тысяч тоже на дороге не валяются. Все, на этом я закончу, потому что выпуск долгий получился, полнометражка очередная. На следующей неделе еженовостей не будет, зато на следующей неделе будет ролик с итогами года. Ну а на выходных, вот уже на этих самых, вот на ближайших выходных, мы проведем стрим, где тоже пообсуждаем и последние новости, которых очень много. Ну и проведем вот этот вот самый стрим по итогам года, где вы сможете поделиться своими впечатлениями, где я вам расскажу и покажу какие-то вот такие вот номинации, которые сам придумаю. Всех жду, надеюсь, что эти выходные проведем вместе в хорошей компании. На сегодня все, пока!